Каждый год появляются молодые и красивые, новые и технологичные, но они тебе не интересны, когда ты нашел ту самую. Она заставит прохожих ненавидеть и любить тебя. Она однозначно никого не оставит равнодушным. Она не идеальна и не самая лучшая, но недоступна и весьма ценна. Она всегда будет мечтой для большинства, центром внимания, где бы ни оказалось, если она станет твоей, весь мир у твоих ног. Она – Ламборгини. Как вы знаете, было снято очень большое количество обзоров, тест-драйвов на этот автомобиль. У него много хейтеров, много кто его расхвалил. Но наш обзор будет отличаться тем, что он в нашем владении уже почти целый год, поэтому нам точно есть, что о нем рассказать. Мы расскажем вам, какие впечатления вам подарит этот автомобиль именно как владельцу, а также какие сопутствующие расходы он вам принесет. Ну что, погнали! Вы знаете, за почти год владения данным автомобилем я заметил как-то, что действительно никто мне в ней не сигналит. Вы скажете, ну, редко кто сигналит. Да. Но когда едешь на мини-купере, это второй наш автомобиль в семье, я, знаете, и подрезают, и сигналят, и еще как огрызаются, я не знаю, нет уважения на дороге у этой машины. Все-таки автолюбители, я думаю, со мной согласятся, что у каждого автомобиля есть свой статус. Так вот, статус данного автомобиля вам никто не посигналит. Бывает такое, что ты можешь встать на светофоре и стоять минуту в телефоне, что-то, я не знаю. Когда вам никто не посигналит. Один раз такое было, за мной выстроилась очередь, но никто не посигналил, все стояли и ждали, когда я тронусь. Не то, чтобы это такое самоутверждение, да, в нашем обществе нет. Но я уже говорю о том, какие чувства, и как вы будете чувствовать, да, и с чем вы столкнетесь, обладая данным автомобилем. Про характеристики данного автомобиля уже много все сказано. Все прекрасно знают, что это 650 лошадиных сил, V8 здесь у нас, 850 ньютон-метров. Это все понимают, что это Audi RS Q8, который стоит в два раза дешевле, но при этом здесь модифицированный движок стоит. Он немножко звучит интереснее, чем Audi RS Q8. Здесь стоят другие кресла, знаете, я почему RS Q8 себе не купил, кстати, я думал об этом. Я даже отдал предоплату за RS Q8 и не купил ее потому, что меня просто убили эти кресла на RS Q8. Знаете, автомобиль тоже не дешевый, он стоит порядка 160 тысяч долларов Кореи. Но эти кресла, они меня просто убили. Я только из-за кресла отменил свою сделку, потому что, посмотрев на эти кресла и на те кресла, у вас просто мировоззрение изменится. Я не знаю, почему Audi сделали такую отвратительную работу на RS Q8 именно с креслами. Автомобили, они разные, да. Есть быстрый автомобиль, такие как электромобили, и они дарят вам те же ощущения, казалось бы, но нет. В этом автомобиле ты понимаешь, что каждый звук двигателя, вот это журчание, как я называю, когда рот полоскаешь, вот такой вот звук, да. Это кайф, потому что ты понимаешь, что это настоящее, это не электромобиль. Скажет, он часто спрашивает по расходам, ну, почему-то все спрашивают, сколько стоят колодки. Колодки стоят 2 тысячи долларов в Корее. Менять их нужно в 80 тысяч, раз в 80 тысяч. Колодки здесь керамические, поэтому, ну, я не знаю, кто на этой машине будет столько ездить, если даже и будет ездить, то это 80 тысяч поменял раз в свои колонки. Есть у этой машины немножко неудобства в плане парковки. Во-первых, эта машина 5,5 и 100 метров в длину, 2 метра плюс в ширину. Получается, это огромный корабль, который припарковывать не всегда удобно. И даже если ты нашел парковку, ты должен найти ее в таком месте, где тебе никто не стукнет, потому что она широкая. Если она где-то встанет, соседние автомобили, естественно, могут встукнуть, потому что она слишком широкая. Вот в чем проблема. Еще скажу такой минус. Этот автомобиль пугает детей. Если вы где-то на парковочном месте вдруг заводите автомобиль в тишине, дети пугаются. Поэтому я теперь внимательно смотрю, когда дети проходят, только тогда отключаю зажигание данного автомобиля. Он очень громкий. Вообще, Lamborghini все очень громкие. Это, наверное, самый громкий. Я не знаю, есть ли громче. Может, кто-то знает. Напишите в комментариях, друзья, есть ли громче автомобиль. Переключение коробки со второй на третью скорость, причем на комфортном режиме. Страда. Здесь 6 режимов. Как вы знаете, Страда, Спорт, Корса. Спорт, понятно. Страда – это уличный режим. Корса – это трековский режим. Также песок здесь, бездорожье и снег. Так вот, на простом режиме Страда, когда ты едешь, есть такие моменты, когда со второй на третью скорость тупит коробка. И я обратился в сервисный центр. Кстати, о сервисном центре. Ваш автомобиль забирают и привозят вам обратно. То есть, я не хотел ехать в Сеул 40 километров. Я позвонил, сказал, я очень занят. Вы можете вызвать эвакуатор. Они вызвали его, эвакуатор забрал машину, привез вечером. Все, мне никуда ехать не надо. Я говорю, проверьте коробку. Что-то не так. Проверили машину, проехали на нем какое-то количество километров, дистанцию какую-то. Ну, сказали, что все в порядке. Потом я начал искать информацию по поводу, почему коробка переключается где-то со второй на третью, точно иногда тупит. Особенно на холодный движок. И моя теория подтвердилась. Оказывается, много кто в Ламборгине в формах оставлял отзывы. Оказывается, это правда, что коробка у него потупливает со второй на третью. Оказывается, есть такой вот... Не только со второй на третью. Просто подтупливает, как некоторые автолюбители об этом говорят. Ну и, друзья, самый больной вопрос про коробки передач. Это селектор переключения на D задний ход. Действительно, я думаю, что только глупец не скажет правду о том, что это неудобно. Действительно, это неудобно. Это оригинально, это классно. Но это действительно неудобно. Как водитель могу сказать, что один раз я перепутал селектор с омывателем лобового стекла. Я думал, я переключил, а оказалось на D. Оказалось, что я был на заднем режиме и чуть не въехал в стену сзади. Причем не в стену, а в автомобиль, который стоял сзади. Причем очень дорогой. Друзья, ну что можно говорить по дизайну данного автомобиля? Про это много кто говорил, все уже об этом поговорили. Кто-то говорит, что отлично, кому-то это отвратительно, я не знаю. Как владелец могу сказать так. На протяжении почти года ни один водитель этому автомобилю не посигналил, не подрезал. Понятное дело, почему? По дизайну же он обращает внимание людей. Люди подходят, фотоят с этой машины, обращают внимание, когда ты проезжаешь. Спрашивают, что за машина, как, кто, если кто-то не знает. То есть, однозначно, дизайн данного автомобиля, он кричащий, он заходящий. И люди обращают внимание. Я думаю, это о многом говорит. Так как автомобиль у нас спортивный, думаю, что немаловажно поговорить о резине данного автомобиля. На этом автомобиле у нас стоит Pirelli PZ4, вот P0, 285-35 на 23. И здесь у нас, значит, Threadwear 280, Traction, все стандарты самого высокого качества, Traction AA и температурный индекс у нее тоже A. То есть, данный автомобиль, если посмотреть здесь по индексу Y, где он здесь, вот у нас, по индексу Y, говорит о том, что на этой резине можно разгоняться до 300 километров. То есть, давать в тапку до последнего и до края, так сказать. Здесь у нас стоят керамические тормоза, я думаю, вы об этом знаете, и самые большие суппорта. Всеми излюбленный вопрос, скрипят ли эти керамические тормоза, когда попадает какая-то влажность или еще что. За почти год один раз они начали скрипеть, но не настолько сильно. Ну, был такой момент, но всего лишь один раз за целый год. Поэтому, думаю, что не критично. Но тормоза, конечно же, самые лучшие. По поводу рычажка Anima. Anima – это режим езды, да. Многие захейтили эту функцию. Но я хочу сказать немножко в поддержку Lamborghini. Я заметил одну такую вещь. Возможно, потому что я до этого владел Porsche Cayenne. И там у него такие ручки есть, вы знаете, да, по бокам. И у меня осталась привычка руку правую ложить вот так вот на эти ручки. Вы знаете, что один раз случилось? Когда у меня был режим, простой режим, да, я топанул, так сказать, да, или я на спорте ехал. Я не помню, был такой момент, в общем, когда я руку положил сюда на этот рычажок Anima. А так как он работает только в одну сторону, естественно, он не переключился назад. И тогда я подумал, возможно, в Lamborghini подумали об этом, чтобы человек, когда вот так нечаянно ударил, чтобы она не переключилась обратно. Режим, чтобы не поменялся. Конечно, можно какую-то защелку сделать, да. Но и тем не менее, возможно, они подумали, ради безопасности сделали ее только в одну сторону. На самом деле это никак не напрягает, потому что, опять-таки, не все знали блогеры об этом. Только как владелец вы поймете, что если вы просто будете держать, не будете щелкать постоянно, а просто держите, то она скидывается обратно на режим Strada. Вот и все. Не нужно мучиться туда-сюда, вот так вот дергать. Еще момент на этом автомобиле, друзья, на любом светофоре, если к вам подъедет Porsche 911, у меня было пару моментов, когда подъезжал McLaren, подъезжал Ferrari. Уже не помню все автомобили. Единственное, кто не подъезжал, это электрички почему-то. Ну и хорошо, потому что мы сами знаем, что такое электричка, да, особенно Tesla, там X, когда подъехала. Они обязательно подъедут и попытаются с тобой зацепиться. Ну, вот это просто, это никак не уберешь. Я понимаю, почему это делают, просто я уже старый, и я не езжу на такие вещи. Но это гарантированно, обязательно кто-то подъедет и попытается с тобой подтягаться. А, BMW, BMW тоже подъезжали. Встают, ездят вокруг, там что-то пытаются тебя спровоцировать, но мы не провоцируемся. Тяжелый труд целой команды, чтобы снять вам вот эти вот ролики. Поэтому очень просим, друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте, поддержите нас просмотрами. Потому что, ну, действительно очень тяжелый труд. Я сейчас понимаю, насколько, как снимаются другие каналы, это очень тяжело. А для тех, кто хочет, кстати, купить данный автомобиль из Кореи, можете пройти в наш Телеграм-канал и там же подписаться на наш канал, следите за новостями. Все об экспорте автомобилей, это у нас в Телеграм. Ну, а все о машинах, оставайтесь в нашем YouTube-канале. Ну, вот на новых машинах ставят в двойной стеклопакет, вы знаете, да, особенно на корейский. Сейчас они сначала ставили на одну дверь, опять эти маркетологи делают наши машины. Потом, а теперь они стали делать стеклопакет двойной на двух стеклах, на обоих стеклах, впереди и сзади. И вы знаете, что здесь стоит одинарный стеклопакет. Смотрите. Один. Но при этом шумоизоляция машины, наверное, одна из лучших шумоизоляций у автомобиля, на которых я когда-либо вообще ездил, тестировал. Вот сейчас всю эту дорогу мы едем, я уверен, что звук будет отличный, потому что шума нет никакого. Вообще я не слышу, что там происходит. Но! И это важный момент. В компании Lamborghini, ну или Audi, продумали все до такой степени, потому что вот даже сейчас... Вот вы слышите движок? Шумоизоляция, как будто ты, блин, в капкан какой-то попал, тут ни ока, ни дверей, вот тебе в огурце едешь. Но движок слышно. Нет, я специально еду на Strada, чтобы слышали. Движок, мне кажется, слышно, как он звучит. А если поставишь на Sport, то пожалуйста, вот. А если поставишь на Corsa, вообще Corsa режим я называю бешеный бульдог, потому что машина начинает сразу ручать, слушай. Вот. Вот. И выхлопы пошли. Ага, вот тебе керамические тормоза. Друзья, еще часто задаю вопрос по расходу. Я, конечно, не могу представить человека, который покупает себе такую машину и думает о расходе. Ездил примерно по 50 километров, не больше 60 точно в день в среднем. Каждый день по 50-60 километров. Значит, уходило пол бака. Объем бака здесь сколько? 72 литра, по-моему, да? И получается, что заправлял где-то на 100 долларов. Друзья, кстати, хотел сказать, что мы подписали контракт с одной компанией, которая теперь нам предоставляет услуги медтуризма. Поэтому, как мы к этому пришли, пару человек, которые купили у нас машины, обратились ко мне и спросили, Дмитрий, не можешь ли ты нам подсказать хорошие клиники? Сначала я подсказывал через других людей, но потом мы решили, слушайте, а почему бы нам самим не заняться этим? Вот. Поэтому, если у вас, вы заинтересованы в медтуризме, мы подписали контракт с одними из самых больших, крупных, пропишем сейчас на экране, какими, госпиталями в Корее. Туда входят как и чекапы медицинские, так и пластические какие-то хиперации, либо стоматология и так далее и тому подобное. В общем-то, за всей подробной информацией обращайтесь в наш телеграм-канал, как обычно, Далекс, нижнее подчеркивание, авто. Друзья, корейцы обожают Ламборгини. Вообще, Корея четвертый рынок во всем мире для компании Ламборгини. Они это знают, они знают, что корейцы обожают дизайн этого автомобиля и статус этого автомобиля. В Корее Ламборгини все почти распроданы. Таких экземпляров завезли около 400, они все распроданы, все предзаказы закрыты даже на следующую Ламборгини. Вы приходите в Ламборгини и говорите, я хочу такую-то машину, вам говорят, да, вы не один, подождете пару лет. И все, реально, вот такой сервис. Друзья, кстати, сегодня мы заберем Елену и посмотрим на ее эмоции, прокатим на этой тачке и посмотрим на ее эмоции. После последней машины она поменяла свое мнение насчет быстрых, скоростных и спортивных автомобилей. Посмотрим, что она скажет про эту машину и посмотрим, что она скажет по поводу, поедет она на ней или нет. Лена, здравствуйте! Ну, рубрику поеду-не поеду, я даже не знаю, стоит ли спрашивать. Стоит спрашивать, конечно же. Поеду-не поеду, как вы думаете, девушки, что сказали вы? У меня такой достаточно длинный, развернутый ответ есть для вас. Единственное, я знаю, у кого есть такой автомобиль, это у Егора Кридо. И так как мне нравится Егор Кридо, то я представляю, сразу ассоциирую то, что он подъезжает. Естественно, поеду. Так с Егором Кридо поедете или с машиной? С Егором Кридо на такой машине. Но, тоже важный момент, если бы... Ладно, если бы любой молодой парень подъехал... О, Боже, как страшно! Лен, ну вот вы уже сколько раз были в этой машине, наверняка уже для себя какие-то такие вот заметки в голове сделали. Что нравится, что не нравится быстренько нашим читателям, подписчикам, может, расскажете? Мне нравится дизайн снаружи. Внутри... Честно, нужно честно говорить? Обязательно нужно говорить, только честно. Внутри она кажется чуть-чуть игрушечной. Ой, все, хватит! Игрушечной? Да, чуть-чуть есть такое. Ну, то есть... Что именно вы имеете в виду? Допустим, я очень люблю дизайн мерседесов. И для меня там выглядит все правильно, все такая классика. Здесь выглядит немножко так, как будто это все игрушечное. Может, за счет того, что это спортивный автомобиль, но не выглядит так настолько богато и серьезно, насколько могло бы быть. Вот. Но это лично мое мнение. Но снаружи, как бы, вопросов нет и выглядит очень красиво и дорого. Самое интересное, что наоборот, наружность машины не очень-то впечатляет, хейтеров обычно, этого автомобиля. А по салону, да, вы правы, это не Bentley. Если вы хотите роскошь, то есть это тот же концерн, да, Vag называется, который обладает, как бы, и Porsche, и Audi, и Lamborghini, и Volkswagen, и там, как их, Skoda и так далее. И под каждый автомобиль у них свои концепции. Этот автомобиль у нас, естественно, спортивный, поэтому, соответственно, здесь, как бы, здесь даже нет подсветки. Я не знаю, почему здесь, это, конечно, идет доп. опция, но здесь нет подсветки. То есть здесь сильный удар идет на производственность автомобиля, на скорость, на вот это все, на вот эти звуки, вздохи, ахи и так далее. Вот. Но салон согласен, да. Другой есть Bentley, да, автомобиль. Bentley – это роскошь. Туда ты садишься, и у тебя там все в роскоши. Вот в этом немножко разница. Поэтому, садясь за этот автомобиль, мы немножко ожидаем другого. Не дешевый салон, но согласен с вами, он не очень-то впечатляет, наверное, да? Да. Но снаружи, вот как вы говорите, то, что хейтеры, не согласны. Мне очень нравится, как выглядит снаружи. Допустим, я всегда замечаю на дорогах именно автомобили, которые не корейского производства, а и такие более европейские. Сразу видно их на дороге здесь, особенно в Корее. Друзья, ну вот еще один минус, который я вспомнил – это маленький экран у данного автомобиля. Мало того, что он маленький для такого размера автомобиля. Мы понимаем, конечно, что этот автомобиль для спорта и так далее. Но и тем не менее, для удобства все-таки, так как ты ездишь на больших скоростях, допустим, на этом автомобиле даже если, то хочется, чтобы экран был побольше, крупнее и ближе. Интерфейс, в принципе, довольно крупный, но когда нажимаешь на нижние кнопочки, вот эта вот часть, она как-то поднята наверх. И за счет этого иногда неудобно что-то сюда нажимать. Ну вот, например, даже вот сейчас, да, вот радио. Вот, например, последняя радиостанция, вот внизу, посмотрите, как она. Внизу прям находится, да, вот ты хочешь на нее тыкнуть, вот получается. Ну, это, конечно, мелочь, если совсем сильно придираться к этой машине. Но такие мелочи, как вот эти вот штуки-заглушки, которые болтаются тоже. И вот эти заглушки, почему эти просто заглушки, кнопки, когда сюда можно было автостоп, например, поставить, автохолд воткнуть, чтобы ты не искал постоянно, где эта кнопочка, да. Я видел обзор Егора Крида, который говорит, я через два месяца заметил, где автостоп. Оказывается, он вот здесь. Ну, если бы он стоял здесь, например, было бы удобнее, я думаю. Вот такие мелочи, на самом деле. Мне иногда кажется, вот автоблогеры, все говорят об одних и тех же вещах, автопроизводители почему-то об этом не думают. Но как-то странно, почему они вместе толпой не сели в своей ламборгини и не подумали бы, ну вот автохолд и автостоп вот сюда поставили бы. Ну, подогревы сидений, в конце концов, можно сюда воткнуть. Подогревы сидений, они тоже здесь, вот на цифровом экране. Это тоже неудобно. Цифровой экран очень отзывчивый, но не очень информативный, потому что здесь информация, вот, чтобы включить, синхронизировать печку, вот тоже нужно воткнуть вот на эту кнопку. Потом сюда, чтобы на... Вот это вот вообще без толку кнопочка. Вот такие мелочи, как бы, хотелось бы, чтобы были более так обдуманы, да, в качестве постоянного, как сказать, владельца данного автомобиля. Здесь заглушка стоит. Эту заглушку тоже можно было сюда что-то поставить, вместо поставить вот этой вот заглушки. Место для ключа удобное, но ключ ты редко вытаскиваешь из кармана, по крайней мере, он у меня либо в сумке, либо в кармане. Ну, я сюда редко вложу ключ, но вместо для ключа здесь есть. Ну, ручник здесь окей, и на том спасибо. В сути, это бестолковое вот это EGO, значит, это индивидуальная настройка по цвету, по подвеске, рулевого управления и вашей подвеске, да, пневмы в смысле. Ну, никогда тоже этим не пользуешься. В принципе, если ты ставишь на спорт, там, курса, то, понятное дело, ты готов ехать. Машина прижимает тебя ближе к полотну дорожному. Ну, и зачем вот это, я тоже никогда этим не пользуюсь. Я уверен, что есть люди, может, которые найдут пользу какую-то в этом, но я ни разу этим не пользовался, хотя там подстраивал, что-то пытался. Никакой разницы абсолютно нет. Друзья, сейчас у нас очередной человек, гость. Член нашей команды, его зовут Денис, познакомьтесь. Всем привет. Да, всем подписчикам привет от Дениса. Он нам часто помогает с локациями, с организацией и так далее. И никогда на Урсе не катался? Нет. Сегодня первый раз увидел? Да. То есть, Lamborghini – это первая машина, как-то такая, заряженная, на которой я сейчас прокачусь. А пристегиваться обязательно? Обязательно. Сейчас пибикать начнет, если не пристегнешься. А, нет, я не за это боюсь. Слушай, ну, вот… Да. Ну, слушай, ну, вот первое твое впечатление об этой машине, что ты думаешь? Машина прям завораживает своим первым внешним видом, во-первых. То есть, как он только подъезжает, уже сразу видно, что там под капотом очень много мощей. Но как они реализованы, я не в курсе. Никогда не имею в виду провода. То есть, если вы приложили мне сейчас прокатиться на этой машине. Какая самая быстрая машина, на которой ты катался? Самая быстрая – Tesla старого поколения. Ну, это электричка, во-первых, да. Она и ехала там 5 секунд. 5 секунд, да. То есть, вы говорите, это быстрее едет. Ну, и по ощущениям электричка – электричка. То есть, ДВС – это другое совсем. То есть, никакого звука мотора нет в электричке. Никакого рева. То есть, нет ощущения, что ты газуешь, куда-то едешь. А вы умеете управлять этим автомобилем? Нет. Впервые вижу. Может, это не надо? Может, не надо. Надо рычит. Ё-моё. Ну, что, ты готов попробовать? Не знаю. А что такое? А это? Выйти нельзя-то сейчас. Можешь выйти попробовать. Ну, давайте. Ладно. Посмотрим, на что способна Lamborghini. Наше время, да? Ё-моё. Ё-моё. Камера ушла. Друзья, у нас при ланче слетела одна камера, она просто не выдержала. Она не поняла, что случилось, по-моему. Сейчас был один из тех ланчей, которые дали нам адреналина и всего. Я даже не успел посмотреть на спидометр, по-моему, где-то 170-150, да? Я вообще-то не смотрел. Мы не поняли. Я только на дорогу смотрел. Да, ну, 3 секунды до 100, если то 3,6, то было где-то. Я не знаю, я не посмотрел, я не успел посмотреть, потому что камера слетела просто. Так, мы сейчас еще один раз попробуем это сделать, я думаю. Ну, Денис, как вообще ощущения после? Тебе дал адреналин в сердце? Ну, такой манраж идет. Как будто сердце голосится и как будто ноги в пятки уходят. Уходят, уходят. Сейчас посмотрим, сейчас еще раз запустим. Как тебе по салону машина, кстати? По салону очень удобно. То сидится намного комфортнее, чем в моей машине. У меня Hyundai Granger 2018 года. Постоянно болит спина, постоянно ноет пятая точка. Не, ну, сравнивать эти две машины не будем. Что ты думаешь по сборке салона? Тебе кажется, она там богата, не богата? Стоит она там 300 тысяч долларов или что это? 300 тысяч долларов? Слушайте, по салону я бы сказал, что на 300 тысяч долларов вряд ли. А на сколько? Сколько ты бы заплатил за эту машину? Не знаю, намного дешевле бы заплатил. Намного дешевле. Но вот эти кнопочки, то есть вот это все, 6 режимов вождения, но вот такой кнопки, это реализовано прям круто. Смотрится. Ну, их захейтили, захейтили эту кнопочку. Не знаю, мне нравится. Плюс вот этот рубильник красный, старт-стоп. Ну, да. Как будто садишься. Ну, вот смотри, сейчас здесь никого нет. А, ну, там красный цвет, давай красный, да красный. Нарушать не будем, друзья, мы не хотим нарушать нигде. Блин, на корсе она звучит прям вообще бомба. Ну, да. Вам слышно вот эти отстрелы? Мне, например, слышно. В смысле мне? Это прям вот в салоне, в салоне. Так он так и сделан, что шумоизоляция классная, но вот именно вот этот режим. Не, кажется, как будто внутри, явно, не снаружи что-то шумит, а как будто с динамика какой-то. Да. А на самом деле это вот снаружи. Ё-ё-ё. У него нет. Все. Я не все. Мне уже страшно. Да ладно. У вас здесь ручки даже нет. Здесь нет ручек. Это же вообще... Ух, я чуть покраснел, кажется. Сам звук еще, вот этот мощный, выхлоп. Это как будто в два раза страшнее на этой машине ехать с такой динамикой. Не, машина вообще бомба. То есть едет она вообще классно. Друзья, еще один из больших минусов, которые я в этой машине наблюдаю, и этот минус действительно бесит. Смотрите, в этом автомобиле за 300 плюс тысяч долларов нет автозавода. И это просто бесит. Автозавод – это такая функция удобная, но его здесь нет. Я звонил в сервис-центр, сказал, поставьте мне автозавод. Вот, к сожалению, в Корее это сделать невозможно. В Корее, если вы покупаете Lamborghini, у вас не будет автозавода. Это большое разочарование. Но большой плюс в том, что в этой машине, даже когда, вот, знаете, такие летние дни, когда выходишь, машину просто печет, у Audi и у Lamborghini отличный климат-контроль. И об этом почему-то никто не сказал. Здесь не нужно, вот, знаете, вот эти 20-30 секунд, когда ты просто потеешь и ждешь, когда тебе в жаркий день выдаст холодный такой вот ветерочек, что, как его, из дефлекторов, да. Здесь такого нет. Буквально 5-10 секунд, и тебя уже бьет таким свеженьким, воздухом, морозильным. Как будто ты морозильник открыл, действительно, посреди лета. И это большой плюс. По сути, летом у меня не было проблем с тем, что вот я потею и жду, когда машина там чуть-чуть прохладится. И это классно. Ну, и как, так как этот автомобиль в топе, конечно же, в этом автомобиле у нас имеется массажное кресло. И эта функция, скажу честно, массаж здесь не такой прям, конечно, не как тайский массаж там какой-нибудь. Самый простой, знаете, он просто так разминает твою спинку, но у него есть функция волны, у него есть функция побить там спиночку, у него есть там функция что-то еще там потрогать. Но, опять-таки, это не такая будет функция, которая вас удивит. Но в большой пробке или на дальнем расстоянии вы можете спокойно включить массаж, и, по крайней мере, какую-то кровь по спинке он вам погоняет. И это уже большой плюс. Но, опять-таки, это опционально идет, и у этого автомобиля есть. У других Lamborghini, возможно, не будет. Но больше всего, за что я люблю эту машину, друзья, когда у вас плохое настроение, или кто-то вас подрезал, вы всегда можете сделать вот так. Дальше я не поеду, потому что это будет немножко неправильно и против правил дорожного движения. Поэтому буквально до 80 вам хватает. Все, адреналинчик дал. Не нужно тут 200-300 гонять, мы в городе едем, да. И все, буквально вот. Ну, знаете, не то, что я буду сейчас... Не то, чтобы я хочу оправдать каких-то гонщиков, которые любят погонять на этих машинах. Просто такая машина, на которой ты ее не удержишь. Тут буквально доля секунды, и она просто вылетает у тебя. Сейчас я немножко ассистенты не выключил, за счет этого машину немножко подкинуло. Нужно было мануально самому переключить скорость. Но я этого не сделал, потому что я не хотел там совсем улетать. Но просто хочу сказать, что такую машину кто покупает, вы скажете, вот, купил, гоняет, делал не в том... Да, покупаешь, чтобы погонять, да. Я для этого не покупал, например. Но я просто объясняю, да, что тут доля секунды просто машина улетает. Как бы, кто бы сюда не сел, он это будет делать. Поэтому, ну, не судите строго, уж слишком людей-любителей погонять, так сказать, да. У них под задницей, извиняюсь, блин, 600 лошадиных сил. Что вы хотите, чтобы... Как нужно ехать на этой машине, чтобы не поддать один раз вот так вот. Вы знаете, сравнивая электромобиль, вот вы, может быть, уже посмотрел, кто наш Ioniq 5N, и сравнивая ДВС, по сути, два разных автомобиля. Могу так сказать. И Ioniq 5N тоже быстрый. В принципе, по паспортным данным он даже быстрее, чем Урус. У него 3,4 секунды заявлено до 100, у Уруса 3,6. Ну, 0,2 секунды, там навряд ли кто заметит разницу. Ну, и тем не менее, от 0 до 100 Ioniq дает тебе сумасшедшее впечатление. Но этот фейковый звук, когда ты понимаешь, что это не настоящий звук, а понимаешь, что это всего лишь фейк, и ты понимаешь, что чего-то здесь не хватает, что-то здесь не так. В этом автомобиле ты понимаешь, что все реально, ребята. У тебя 650 лошадиных сил, V8, все как и должно быть. Здесь нет ничего фейкового, это все настоящее. Ты слышишь это своими ушами, и ты просто кайфуешь. И вот эту разницу, ну, никак ее не восполнить. Для нас, стариков, которые знают, что такое ДВС автомобиль, через лет 10-20, возможно, новое поколение уже просто для них это будет нормально ездить на электромобилях. Но мы, старики, скорее всего, один такой ДВС себе оставим в гараже. Друзья, подытоживая, хочу сказать несколько вещей в конце. Ну, первое, это то, что, вот, говорят, стоит ли покупать Lamborghini, когда есть Audi, RS Q8. Хочу сказать, ну, слушайте, друзья, ну, когда вы говорите о Audi, это Audi, все понятно. RS Q8 никто не будет разбираться. Вот скажите, какому человеку, у меня Audi RS Q8, который стоит 160 тысяч долларов. Ну, человек скажет, а, ну, Audi, это которая вот моего деда была в 80-х годах, наверное, примерно такая, да? Ну, никто не будет разбираться, RS Q8, какой там Mu8, я не знаю. Говорите Lamborghini, и вам не нужно доказывать что-то или говорить, сколько она стоит. Все прекрасно знают, что такое Lamborghini. И в этом разница. Поэтому переплачиваете за бренд – да. Переплачиваете за понты – да. Но если вы можете себе это позволить, человек заплатите деньги, и ему будет нравиться его статус. Ну, этот автомобиль у нас числится в компании, напоминаю, но и тем не менее, я думаю, он того стоит. А в конце хочу сказать так, друзья, это, знаете, это не средство передвижения. Эта машина – это даже не роскошь. Эта машина – даже не понты. Эта машина – это ваш жизненный трофей. Эта машина – это ваш жизненный трофей.